Я доволен командой, доволен ребятами, доволен их настроем. Да, те ошибки, что мы допустили, это моменты сыгранности, моменты молодости некоторых ребят. Хотя уже вроде ребята по три года играют, но я доволен командой, доволен как команда подготовлена. И у нас есть хороший еще потенциал именно к росту, чтобы играть значительно лучше, значительно смелее. И я уверен, что команда в сезоне покажет достойный футбол, достойный именно футбол Динамо Минска. А вот эти все вещи, которые происходят, в первой игре две чистых точки не ставят, две руки, стопроцентных две руки. Ну и что, говорят, судья отмажут. Сейчас тоже судья говорит, да меня отмажут. Давайте, мне нравится. Но в целом самое важное это футбол, самые важные были положительные эмоции. И я рад, как именно отношениям ребят очень рад. А те ошибки, те, например, ну это футбол. Жизнь продолжается. Спасибо. У нас есть микрофон. Давайте поможем нашим ребятам без операторов, чтобы звук был хороший у них. Микрофон вопрос. Антон Рокоч, Требеноком. Сергей Витальевич, ваше видение отмененного гола? Мое видение то, что... Да, был удар в ворота. Да, Ваня Бахар находился в офсайде, но офсайд был неактивный, правильно? Мяч летит Филипенко. Он хотел его остановить, сбросить. Что он сбрасывает Ваню Бахару, Ваня Бахар забивает гол. В чем проблема, я не вижу. Уже этот момент уже заигран. Если бы Филипенко выбил мяч в аут, ничего страшного не было бы. Вне игры бы не показывал Ваню Бахару, правильно? Но так как он сбросил его нашему игроку и наш забивает гол, получилось, что у судей Витя вне игры. И его отмажут. Что-то молодой человек улыбается так. Следующий вопрос. Давай. После матча вы тепло с болельщиками пообщались? Чувствовали поддержку как будто домашняя была? Вы знаете, у нас, я считаю, ну, конечно, каждый клуб считает, что лучшие болельщики. Но мне очень нравится, как они нас поддерживают. Они приехали за полтора часа до игры, чтобы встретить команду. И ребята очень старались отблагодарить их. И вообще мне нравится в этом году вот это единение болельщиков и игроков. И я уверен, они будут биться. И будут биться за вот тех людей, которые приходят, которые болеют за нас. И наша задача, чтобы объединить, может, чтобы на футбол столько же ходило, как и на хоккей. Спасибо. Еще вопросы? Давай, Антон. Кроме того, после матча с арбитрами общались? Что пытались донести им? Да им ничего не донесешь. Им только занести можно, а донести не занесешь. По эмоциям, по накалу. Когда в последний раз были такие эмоции? Такие эмоциональные игры? Да я не сказал. Я скажу, знаете, если взять еще начало чемпионата нету, то смотрите уже, сколько у нас эмоций. Я думаю, чемпионат будет очень интересный. Эмоции, они должны быть. Люди живут эмоциями. Как только эмоции у нас пропадают, значит, все, нас нет. Еще, пожалуйста. Да, Саша. Сергей Витальевич, Александр Зинков для телеканала Белсад. Сейчас во всем мире прекращаются турниры, переносятся чемпионаты Европы. Ваше мнение? Давайте не будем эту тему затрагивать, потому что я в ней не, как сказать, я не знаю всей подноготной. Я не могу понять масштабов вот этой катастрофы. Поэтому я не могу рассуждать на эту тему. Спасибо. Продолжение следует...